Спасибо большое, Айгварисович, уважаемый президент, уважаемые дипломаты, дамы и господа. В следующем году мы отмечаем знаменательную дату 80-летия победы над фашизмом. И, на мой взгляд, пришло время подытожить, что мы на сегодняшний день имеем и какие еще работы нам предстоит сделать к столетию победы в Великой Отечественной войне. Я согласен с выступающими, что война для армянского народа действительно была священной и была Великой Отечественной. И, если посмотреть, сколько армян участвовало в Великой Отечественной войне, порядка 600 тысяч. Армянский народ потерял убитыми порядка 200 тысяч солдат. То есть 200 тысяч солдат не вернулись с фронта или больше. Здесь мы имеем аналогичные цифры с Соединенными Штатами Америки. То есть и США потеряли порядка 200 тысяч солдат, и маленький армянский народ также потерял 200 тысяч солдат. И, начиная с 1992 года, идет активная работа стирания исторической памяти с молодежью и стирания исторической памяти с народов-победителей, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Потому что определенным кругом, и, если быть честными, коллективному Западу невыгодно, потому что они думают, что главными бенефициарами победы над фашистской Германией являются они и только они. Они навязывают, они так не думают, они навязывают всем это. Маразм постепенно крепчает и уже говорят о том, что Освенцим освободила не Красная Армия, а Украинская Армия. То есть, если там был Украинский фронт, по их мнению, это означает, что Украина освободила Освенцим. Самое главное, что мы имеем на эту минуту, те учебники истории, это я как историк говорю, те учебники истории, которые на сегодняшний день есть в наших школах, не только в Армении, в других странах, до начала СВО и, к сожалению, в российских школах тоже были такие учебники, где говорилось о том, что, да, была Великая Отечественная война, но как бы была такая война, и она закончилась. На сегодняшний день Запад пытается сравнить коммунизм с фашизмом, сравнить Гитлера со Сталиным, и это недопустимо. Невозможно сравнить несравнимое, невозможно сравнить то, что для многих людей это историческая память. Я уже говорил, что армяне принимали участие, и армяне принимали участие очень активно. Но после распада Советского Союза идет активная работа, я уже говорил о том, к умалчиванию той Великой Победы, которую мы в сегодняшний день имеем. В 2016 году в Ереване был открыт памятник маршалу бронетанковых войск Амазаспу Бабаджаняну. И нашлись в Армении бывшие дипломаты, к сожалению, историки по образованию, которые были против открытия этого памятника, считая, что маршал Бабаджанян был против венгерской, так сказать, революции, то, что происходило в Венгрии и так далее, и неудобно в Армении открывать памятник. То есть манкурство уже постепенно набирало обороты, и, к сожалению, на сегодняшний день мы видим, что манкурство набирает обороты во всем постсоветском пространстве. То, что происходит на Украине сегодня, и те реакции, которые мы слышим с разных концов бывшего Советского Союза, подтверждают наше мнение. На сегодняшний день идет активная фальсификация истории не только в России и постсоветском пространстве, но и в Восточной Европе. Да, иногда находятся страны и лидеры, например, премьер-министр Словакии, который не побоялся празднования Дня освобождения Словакии от немецко-фашистских захватчиков. Но, что примечательно, ни одного европейского дипломата не было представлено в этом мероприятии. Это говорит о том, что коллективный Запад не только решил сам забыть свою историю, но и навязывать всем странам, в том числе и странам постсоветского пространства, поменять свой взгляд и забыть свою собственную историю. Этого мы допускать, конечно же, не будем и не имеем права. Мой дед воевал в Великой Отечественной войне, начиная с Хакхингола и заканчивая в 1947 году в лесах Украины. То есть для меня лично Великая Отечественная война – это историческая память, семейная историческая память. И заканчивая свое выступление, я бы хотел продолжить мысль господина Нагапетяна по поводу того, что вопрос Арцаха не закрыт, в плане того, что, если я правильно помню, перед началом СВО президент России в своем выступлении говорил о тех просчетах и о тех действиях, которые совершал Ленин в плане Украины. То есть о тех ошибках, которые совершал Ленин, передавая русские земли для общего блага, для общего Советского Союза, для Советской Украины. Я уверен, что президент России не до конца закончил или не докончил свою мысль. Ошибки Ленина были связаны и с Нагорным Карабахом, и с Арцахом. Я уверен, что после окончания СВО мы еще вернемся обязательно к вопросу Нагорного Карабаха, к вопросу Арцаха, потому что вопрос Арцаха – это не решение только армянского народа или руководства Армении, закрыть эту тему или не закрыть. Это большая геополитическая проблема и программа, где Армения играет свою роль, но не главную. И в этом плане, я думаю, что есть надежда, что после окончания СВО мы увидим новое возрождение и новый путь нашего Арцаха. Спасибо большое за внимание.